Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 5 мая, день Луки. В этот день вспоминают святого апостола Луку. Этот день, по давно установленной традиции, начинался с молитвы святому Луке. Именно его в народе считали покровителем смирного счастья и изобилия. В этот день в церковь внесли пироги с зеленым луком, считая, что имя апостола Луки имеет тот же корень, что и лук. Лук в быту христиан занимал одно из основных мест. Его не только ели, но и лечились. Практически все болезни вылечивались с помощью лука. Сегодняшний день в старину называли по-разному. Лука, чащобные хороводы и так далее. Именно сегодня начинали сеять лук сего. Но при этом предварительно обращали внимание на погоду. Если солнце утром ясное, то сели. А если погода пасмурная или стоит туман, с посевом лука повременили. Кстати, такая связь этого дня с луком и дала название этому дню. С луком связано множество пословиц и поговорок. Вот некоторые из них. Лук, оцемини, дух. Лук добавим, все исправят. Если есть лук, избавление будет от вечных мук. В этот день проводились профилактические мероприятия, связанные с луком. Например, заваривали луковую шелуху и пили ее отвар в целях борьбы с кишечными паразитами. Также давали этот отвар и домашние скотине. И все потому, что и луковая шелуха обладает свойством уничтожать паразитов. Сегодня молодые жены молились о прибавлении в семействе и счастливом зачатием. Вечером шли в баню, парили ноги во тваре из луковой шелухи. А затем в постельку к мужу. Все эти мероприятия подготавливали женский организм к зачатию. Были прекрасной профилактикой простудным заболеваниям. День заканчивали такой едой, в которой лук был одним из ингредиентов блюд. Что касается названия чащобного хоровода, то это связано с представлением наших предков, что ведьмы в это время рано утром водили особые хороводы. Считалось, что ведьмы это красивые женщины, одна из задач которых соблазнять мужчин. Делалось это для того, чтобы помешать продолжению человеческого рода. Они забирали жизненную силу мужчин, скота, растений, тем самым увеличивая свою мощь. И если замечали, что коровы не доятся, либо очень сложно сбить масло, звали на помощь знахари. Просили, чтобы они убрали происки ведьмы или иной нечистой силы. Приметы. Если ночью заморозки, 40 утренников будут прохладны. Первые лунные сутки. Первые лунные сутки, подобные светильнику в ночи, указывают путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Так как в это время активна голова, то не следует задурманивать ее алкоголем. Также воздержитесь от специй. Они излишне перестимулируют и этим нанесут вред. Вообще, еще продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно во все. Что касается очистительных процедур, то можно промывать лобные и каймеровые пазуки. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расшивяла приливная волна, идет на спа, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта – это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и каймеровых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!